Добрый день, друзья! Не лишайте детей детства. Размышления по этому поводу будут в этом небольшом видеоролике. И можно было бы назвать это видео и по-другому. Честнавие, страх или эгоизм? Что движет родителями, когда их дети, кроме того, что они занимаются в школе, а дома делают уроки, ходят или посещают множество секций одновременно. И вчера у меня был момент для того, чтобы я поговорил с родителями детей, которые ходят ко мне на плавание, и оказалось, что ни один из детей не посещает только плавание, а есть дети, которые посещают три спортивные секции. Представьте себе, плавание, борьба, футбол и еще дополнительно русский язык или иностранный язык, а у некоторых была это музыка или танцы. И дети перегружены. Слово перегружены означает, что они не восстанавливаются, они устают, они в загнанном состоянии. Я спросил у родителей, во сколько ложатся спать ваши дети, и оказалось, 11, полдвенадцатого, 12 часов ночи, а вставать им надо в 7 утра. И, конечно же, дети возраста от 7 до 12 лет должны спать гораздо больше. Это примерно 9, 9,5, 10 часов. Только во сне дети восстанавливаются, и только во сне дети растут. И их органы внутренние, они начинают успевать за ростом их тела. И здоровье детей почему-то в меньшей степени волнует родителей, чем их амбиции, их желания. И есть, конечно же, тщеславие, страх за будущее детей, а также эгоизм, да, что мой ребенок лучше, чем другой, более успешный, более трудолюбивый, более талантливый. Но нельзя лишать детей детства, потому что дети очень сильно устают. После школы надо делать уроки. И лучше, лучше, если 1-2 спортивные секции, или музыкальная, да, художественная школа и спортивная секция. Но не более этого. Но никак не 3, не 4, не, скажем, условно больше. Тем более, что есть спортивные секции, где дети занимаются не 1 час, а 1,5 часа. А это дополнительная нагрузка, еще больше. Поэтому желаю родителям любви, понимания того, что нужно ребенку в этом возрасте. И забота, она как раз должна быть с добром, а не с тем, чтобы приносить в жизнь маленьких детей такую же конкуренцию и страхи, и переживания, какую сегодня испытывают взрослые люди, кому более 50 лет за потерю своей работы, за нахождение новой работы или о своей будущей пенсии. Просуждайте об этом. Я желаю вам Божьей милости и благодати. До свидания.